Гражданин, выйдите отсюда, пожалуйста, я вас еще раз прошу. Отпустите женщину, что вы делаете? Это человек, как никто другой, который чувствует боль. А потом он сказал, когда мы тебя сунем в задний проход, дубинку, он так стоял, махал ей так. Выдите, пожалуйста. Я не буду выходить. Почему? Когда есть такая моя? Одну руку закрутил, одел наручники. Вторую руку закрутил. Данный случай вопиющий. Ой-ёй-ёй! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Это удар, как говорится, подбег всей системы. Воруют, избивают, лжесвидетельствуют, фальсифицируют протоколы и пытаются замести следы. Официально надежно выполняют важные и ответственные задачи по защите конституционных прав и свобод граждан, обеспечению правопорядка в обществе, сохранению стабильности в государстве. Речь о белорусской милиции, которая 4 марта отметила свой 101 день рождения. Мы пользуемся старым методом милицейским, проверенным, дедовским. Личный сыск, инициатива, высокое мастерство профессиональное, доброе отношение к людям и так далее. То есть общечеловеческие традиционные свойства и признаки белорусского милиционера, которые приносят свой результат. Служба-то может и опасна, и трудна, да вот доверяют белорусской милиции всего лишь чуть более половины наших сограждан. 65% только по официальной статистике. Доверие граждан нашей страны к органам внутренних дел сегодня находится на высоком уровне. И это обоснованное доверие, потому что, знаю не понаслышке, разбираюсь в каждом чрезвычайном происшествии, доля вины сотрудников органов внутренних дел в негативных оценках, безусловно, есть. Это никто не будет отрицать. Но эта доля вины с каждым годом становится все меньше. Вины сотрудников и вовсе бы не было, если бы не интернет, мобильные телефоны с камерами и граждане, которые готовы отстаивать свои права. Не дали написать заявление и выбили телефон из рук. Доброе отношение к людям, заявленное министром, отлично продемонстрировали сотрудники Московского Роводоминска. Мы два часа ломились к вам, чтобы вы нам открыли двери. Мы два часа ломились к вам, чтобы вы открыли двери. Вот так ко мне поступают со мной сотрудники милиции. Украли у меня телефон. Вызывай, вызывай, вызывай. Попал в больницу с разрывом барабанной перепонкой после избиения сотрудниками милиции. Стражей правопорядка разозлила просьба молодого человека. У меня аллергия на табачистым. Можно не курить, я вас очень прошу. В отделении Менчанина повалили на землю и начали избивать. Валят на землю, кто-то тащит меня за спину, шею, на пол, сзади удар по ногам. Свидетелей нет, а камеры видеонаблюдения в тот момент совершенно случайно были направлены в другую сторону. А значит что? А значит, что милиция опять ни в чем не виновата, как и несколько лет назад. Получилось так, что он меня забирал и тоже избил несколько лет назад. Вот. И он переспросил еще раз мою фамилию. Как ты говоришь, тебя зовут? Я называл свою фамилию. Он говорит, что я тебя знаю. Впрочем, ничего нового. Допрашивали и избивали всю ночь, чтобы сознался в краже, который не совершал. Щучинские милиционеры внедряют новые методы раскрытия преступлений. А эти два старлея, ну еще с ними был сержант, который на машине приезжал, меня забирал. Они меня скинули на пол, ну он с ног, вот. Вот давай сейчас будем его бить. А второй этот старлей дубинкой постучал. На меня хоть сколько выдержишь хоть дубинкой? Ну и бог дубинкой тыркает, по рукам так вот бьет. А этот сержант взял ногой, своей нажал, ну на полу сидел, на моей ноге нажал и жмет. Вот, вот. Сказали, будешь гирю таскать, отжиматься, вот. Степлером, чтобы бумаги скрепливать между ушей двоих, щелкали мне, орали на меня, кричали. Вот, это ты взял, мы знаем, у нас все доказательства есть. Ну и после того, когда начали уже там по голове бить, по плечам, как бы я понял, что если я, ну, чтобы меня они прекратили бить, я говорю, да, это я взял. Показания выбили, а доказательств так и не появилось. Поняв, что они конкретно облажались, сотрудники милиции отпустили задержанного. Но вместо извинений... И когда я сидел, там женщина какую-то через стенку тоже кричала, таким диким голосом кричала, тоже мне какие-то показания выбивали. После того, как Белсат рассказал об этой истории, к потерпевшему снова нагрянула милиция. Но и тут без извинений. Сотрудники требовали от избитого объяснений, почему журналисты делали о нем материал. Вот это поворот! Давление на независимых журналистов и блогеров, освещающих беспредел, усиливается. На народных репортеров Бреста Александра Кабанова и Сергея Петрухина заводятся уголовные дела. Ребята, я вообще в шоке. На место! На землю! Все это происходит из-за того, что мы с Александром Кабановым активно освещаем тему завода. И это очень болезненно бьет по органам власти, потому что власть коррумпирована. И, насколько мы понимаем, все ниточки идут наверх. Блогеры Кость в горле не только местных назначенцев из исполкомов, но и силовиков. Милицейский беспредел – одна из основных тем в роликах народного репортера. Он сразу за телефон хватается. Я такой сразу забираю, не отдаю телефон. Схватил меня, потом через бедро как-то на пол кинул меня, коленом передавил. Одну руку закрутил, одел наручники. Вторую руку закрутил. Потом взял за наручники, поднял меня и так головой вниз, руки. Он поднял вас за наручники и оторвал от пола? Да, да, да. То есть, получается, он на дыбу вас поднял? Полностью меня за наручники. А руки были сзади? Да, да, да. Потом взял, достал перцовкой, глаза обшикнул, потом перевернул и все, отпустил меня. Я такой лежу, кричу, пусти руки и отпусти, чтобы хотя бы глаза протереть. Пекли глаза, там лицо пекло. Идет запугивание и других видеоблогеров. Артему Шапорову из Гомеля угрожают расправой. Не все чиновники такие плохие, а у вас в глазах все плохие. Чего так? Вы на самом деле можете дождаться, просто дождаться. Просто вам отобьют просто голову и мозги. А эти не вам, так вашим близким. А на Павла Спирина из Минска хотят завести уголовное дело за безобидный видеосюжет о работе тунеядских комиссий. Конечно, вряд ли такую работу можно получить. Это работник идеологического отдела райисполкома. Ведь всегда хочется приходить в хороший чистый кабинет, чтобы люди уважали, здоровались, чтобы по пятницам на столе стояла бутылка коньяка, а автомобиль уносил в рестораны города Минска с красивой девушкой на заднем сидении. Якобы блогер своими действиями оскорбил чиновников. Прокурором района было санкционировано проведение у меня осмотра, в результате которого у меня изъяли жесткий диск компьютера, чем парализовали работу моего ребенка по получению образования. Давят и на тех, кто по сути ничего не делает. Известный своими балконными стримами гомельский видеоблогер Максим Филиппович недавно отсидел за решеткой целый месяц по обвинению в мелком хулиганстве. Но даже после этого давление на него не прекратилось. На прошлой неделе к блогеру ночью ломились в квартиру. Приехала ОМОН, бригада тут, приехал Следственный комитет, приехала МВД, тут машины, бригада этих хлопцев всех там. ОМОНа соседи перепугали, блядь, ё-моё, ночь. Знаете почему? Оказывается, Филиппович якобы заминировал исполков. Ой, вообще, блядь, ё-моё, ну народ, вы уже вообще-то меня не знаете. Боятся власти и совсем аполитичных блогеров. Авторы канала Топовый Пинск устроили фан-встречу в центре Пинска, а их оштрафовали на 490 рублей за несанкционированное массовое мероприятие. Оно не носило каких-то целей, конкретных целей, а просто являлось приметом баловства. Решили вот собрать несовершеннолетних, побаловаться там, покричать на площади Ленина. Данный случай вопиющий и имел очень большой общественной резонансы в интернете и обсуждение в средствах массовой информации между людей. Поэтому данным вопросом занимались не только сотрудники органов древних дел, но и другие службы. А за проверку охраны на бдительность полоцкий видеоблогер трое суток просидел в изоляторе временного содержания, после чего получил 128 рублей штрафа. Его обвинили в мелком хулиганстве. В 7 часов утра меня забрали в полоцкое РУВД. Там я сидел трое суток. Камера была для восьмерых человек, она сидела в камере 16. В багажник, в наручниках за то, что не было фликера. Так работают профессионалы в погонах из Воронова. Я говорю, а что, мне тут до дома 20 метров осталось. А, говорит, ты еще и выпивший? Я говорю, ну выпил немножко, что, говорю, нельзя. Говорит, садись, бегу в машину. Ну я говорю, нет, я домой пойду. Тогда участковый выскочил из машины, вспоминают очевидцы. Валит к ныша в грязь, прямо валит, наступил ему ногой на спину и наручники надел сзади. Потом его приподнял и так почти понес его в багажник. 30 километров участковый вез задержанного в багажнике на освидетельствование. Разве так можно? Ну я, может, грубо сказала, ты на ты. Ты не участковый зверь. Это может зверь только встретить человека и напасть, и погрызть, и побить его. Впоследствии на задержанного составили протоколы об отсутствии фликера и неповиновении законному требованию сотрудника милиции. Суд участковому поверил. Через две недели после этого задержанный во второй раз перенес инфаркт. Две недели после суда того прошло. Попал в больницу. Почти три дня кровотечения с носа получилось. Перс ноги отнимались. Опять пишут инфаркт головного мозга. Второй раз. Видеокамеры происшествия не зафиксировали. Сотрудники чувствуют себя достаточно вольготно и считают, что любые методы, в том числе и физического насилия, это как раз таки те методы, которые допустимы, и после них никаких последствий не будет. Катафот был не того цвета. Спор велосипедиста с ГАИ закончился штрафами переломами двух ребер. В солнечный день милиционера смутило отсутствие на велосипеде светоотражающего элемента. Протокол на месте он составить отказался. Задержал и повез велосипедиста в отдел, где избил его вместе с другим сотрудником за якобы сопротивление. После того, как рентген показал перелом двух ребер, задержанного отпустили и сказали идти домой за 16 километров от РУВД. Сотрудник органов внутренних дел – это человек, как никто другой, который чувствует боль. В том числе и боль другого человека. Хорошо сказано. Он так заточен. 11 часов издевательств и страха в УВД Ленинского района Гродно пришлось перенести Варваре и ее друзьям за проявленную сознательность. Они сообщили в МЧС о пожаре в лесопарковой зоне. Как позже оказалось, горел подожженный экскаватор. Уже на следующий день ранним утром всю компанию забрали на опрос. Ну и сразу же сходу на меня сыпятся обвинения, какие-то оскорбления, ну в грубой форме, очень много мата, много руганя. И потом, обращаясь к подруге, он начал кричать на нее, приказываясь встать, встать лицом к стене перед ним, сделать это быстро, делать без разговоров. На просьбу представиться, ну он их просто игнорировал. На вопрос, почему мы должны это делать, он говорил, ну потому что тут закон, это милиция, вы обязаны это делать. Вы обязаны подчинять. Нужно было срезать ногти, выдали ножницы, большие железные ножницы, похожие на портняжные. Сказали, что раз ногти не режутся, ну можно их просто вырвать. Ты все подпишешь мне. Правда, иногда уйти от ответственности сотрудникам не удается. Милиционер из Мстиславля, который минувшей осенью избил двух сельчан, теперь находится под следствием. Вот только известно об этом стало не из официальных источников, а из закрытых милицейских сводок в телеграм-канале НЕХТА. Кстати, подписывайтесь, если хотите первыми получать эксклюзивную информацию. У Игоря Анатольевича по поводу сливов информации его же сотрудниками немного, что называется, бомбануло. И он заявил в интервью Белта. Мною назначена служебная проверка по данному факту. В ближайшее время мы обнаружим источник утечки информации. При этом Шуневич совершенно алогично отметил, что информация эта не закрытая и не секретная. Зачем тогда искать источник гласности и открытости самой честной, надежной и профессиональной милиции в мире, глава ведомства не уточнил. А не важно. А пробоин в Министерстве внутренних дыр тем временем все больше. Причем течет оно со всех сторон. Так, благодаря сливам в сеть информации по личному составу, мы узнаем, к примеру, о том, что пьяных сотрудников за рулем ловят чуть ли не каждую неделю. Алкаша, места за рулем нет. А некоторые из сотрудников тесно связаны и с наркотиками. У сотрудника Шкловского РВД Максима Иванова изъяли 30 граммов психотропа Альфа-ПВП. К слову, имя сотрудника и раньше фигурировало в СМИ. За два месяца до задержания с наркотиками он жестоко избил задержанного. Сразу Иванов присутствовал. И тот сказал вообще, прокутя его наручниками к батареи, он нам все скажет утром. Я сказал, не скажу, иначе вору я. А потом он сказал, когда мы тебе сунем в задний проход дубинку, он так стоял, махал ей так, по руке бил. И так сказал, что если сунем, ты нам не то, что скажешь, а то, что нам надо. А чтобы повышение имиджа милиции происходило не слишком резко и на закритическом угля атаки не свалилось в штопор, иногда руководство вынуждено проводить профилактические акции, как и полагается по случаю праздников. На день милиции просто был трэш. Всем скрутить матрасы после проверки, до отбоя никому не сидеть, не лежать. На нарах за тым закидывают человека с вошами, отмывляются взять его на прожарку, спить омывляют так. Ну и, конечно, забороняют брать с собой осадки. По-первых, это все экзвычайно усыпи, это все порушения, которые пойдут в прокуратуру. Оппозиционный политик Павел Северинец отсидел 10 суток за пост в Фейсбуке с призывом к акции солидарности. До суда ни он, ни его жена с маленьким ребенком не знали о причинах задержания. Ну, слава богу, что не вывезли вообще куда-то и не выгинули в лесу за 150 километров или еще что-то сделали, потому что мы знаем случаи, когда и избивали таких задержанных в местах вообще неопределенных. Постоянные аресты, штрафы и политическое преследование, не согласных с действующим режимом, за 25 последних лет стали уже нормой для самого демократического государства в мире. Законы у нас супердемократичные, а добавить нашу бездеятельность, недисциплину, то у нас вообще никакой диктатуры, а полная демократия, которой ни в одной стране мира нет. Помогает поддерживать порядок и стабильность в обществе. Кто? Конечно же, милиция. К 30-летию ОМОНа в Минске появился уже четвертый по счету памятный знак. Правда, почему-то в форме орла, а не петуха. Да и установили его на закрытой для посторонних глаз базе отрядов столицы. Символизирует он с тобой честь, мужество сотрудников подразделения, готовность выполнить любую поставленную задачу. Прикажут самоубиться, самоубьются. Зачем свой мозг, если есть поставленная задача? Например, задержать особо опасного анархиста. Один из них сказал, что ты тут не матом, не выпендривайся, потому что, типа, ну, будешь, типа, там, вэпендриваться, типа, мы тебя посадим на бутылку и насынь тебе на голову. Посадили в микроавтобус, и он был без номеров, я успел это заметить. Завели туда и сразу же поставили на колени и сказали держать руки за спиной. Правда, иногда милиционеры все же проявляют самодеятельность. Во что это выливается, хорошо видно на примере недавней ситуации в поселке Гатова. На глазах у детей многочисленных местных жителей. Милиционеры застрелили бездомного пса, который никакой агрессии не проявлял. Посадить как за убийство человека. Имбецилы с оружием непредсказуемы. Сотрудник, применяя, либо используя табельное огнестрельное оружие, в том числе, кроме того, что он предотвращает преступление, пресекает его, либо используя в других случаях, в случае захвата заложников, побега из-под стражи и так далее, обязан минимизировать вредные последствия и так далее, и так далее. Промахнулись несколько раз. Допустили неслыханную жестокость по отношению к живому существу. Применили табельное оружие в жилом массиве. Не огородили территорию. Применили табельное оружие непосредственно вблизи взрывоопасного объекта. Сходил за хлебушком. Пенсионер из Слонима три дня провел в реанимации после перехода дороги на красный свет. И нет, его не сбила машина. По словам мужчины, сотрудники ГАИ догнали его, закрутили руки за спину и поставили на колени. А в ответ на вопрос, за что вы меня бьете, он получил удар в голени, по ребрам. Упал и не смог подняться. Через некоторое время суд оправдал мужчину. А вот сотрудников так никто и не наказал. Милиция, ну, сами понимаете, у кого тот прав, у кого больше прав. Как и в этом случае, возле областной больницы задержали особо опасного правонарушителя. Пожилой мужчина неправильно перешел дорогу. А потому нужно срочно задержать, заломать и повалить на землю. Да, они действовали принципиально, безусловно, но это моя позиция. Никто не сможет подорвать авторитет милиции, потому что мы действуем в интересах людей. Мы действуем в интересах людей и действуем на основании закона. Правда, работает закон почему-то только в одну сторону. Спешил просто, спешил заламывать за такое же нарушение бабушку. Отпустите женщину, что вы делаете? Ух, словил, чтобы выписать предупреждение, браво. Что вы делаете? Это ж не злостный нарушитель. А главное, что статистика выполняется. Если бы еще штрафовали самих себя, все планы давно бы уже были перевыполнены. Им можно нагло подрезать. Я не пьянен просто, кого. Можно разворачиваться там, где хочется. Стрелка только прямо, поворотник налево. Сейчас мы посмотрим, что же ты будешь делать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот такая тебе служебная необходимость. Вот, барсюк. Ну а что такого, если мы перестроимся на перокростке? Ничего же страшного не случится. А потом случаются такие. Аварии с участием ГАИ и машины из РВД, к примеру, все тот же Витебск. Безусловно, исключительно в случае служебной необходимости можно все. В том числе и парковаться на газоне. И под знаком парковка запрещена, и перед чьей-нибудь машиной мешая выезду. Встали. Я не могу никак выехать. Никаких опознавательных знаков. Стою, жду уже минут 15. Молодцы. Но ведь на каждой парковке есть специально выделенные места для сотрудников. Берите пример. Ну или хотя бы паркуйтесь тут. Те, кто пытается сегодня представить Министерство внутренних дел его работникам какими-то инопланетянами, которые прилетели из агрессивного иного мира и борются с землянами, используя свои полномочия. Ну, знаете, это опять же из той категории дырявых, про которую я говорю. У ВД Гомеля массово избавляется от дырявых автомобилей. Но ведь дыры прежде всего в головах. Позволять голому наркоману чуть ли не бросаться под машины и в то же время докапываться до женщин во дворах из-за пустяков. Самим нарушать ПДД можно даже потому, что вдруг захотелось кебаба. А когда нужно выполнить план, то штрафуют даже тех, кто ничего не нарушал. В общем, штраф я получил, штраф буду оплачивать. Причем сами сотрудники в большинстве своем демонстрируют лишь поверхностное знание закона. В Витебске к молодому человеку пристали только потому, что он, увидев милицейскую машину, предусмотрительно развернулся. Документы можно? Пожалуйста, не надо. Подождите, я не рассмотрю. Ну, я вам показал? Ну, то есть вы на данный момент сможете каждого гражданина просто... Нет, почему у каждого гражданина? Такая же ориентировка была. Вот у нас было хищение в банкомате недавно, в Борше, в Чашниках было. Банкомате под ориентировку подходят темная куртка, темные штаны, темная шапка, рюкзак за спиной. Ты к половине города подходит. Я половину города отрабатываю, извините. Гораздо проще написать кому-нибудь в паспорте петух и сфальсифицировать очередное дело. У одного из них задается вопрос. Зачем ты это сделал? Я такой сижу в недоумении. Что я сделал? Спрашиваю. Такой, ты знаешь что? Давай признавайся. Я такой, я не понимаю про что. И примерно вот с такими вот вопросами около 15 минут он мне говорил, что это радиатор. Что, мол, я украл тот радиатор у соседа. В итоге через некоторое мое упорство, что я этого не брал, что зачем мне это нужно, так как я и правда его не брал. Они все равно начинают доказывать, что это взял я, что это моя вина. Все, что сознавайся. Давай чистосердечное и так далее. А если не сознается, сознать. В итоге один из них говорит, что, прям вот цитирую, ты мог вообще получить здесь. То есть понимаете, да? Идет намек на физическую расправу. Уже в конце вот этого вот опроса, всей мозготрепки, один из них начал заставлять меня стоять. Говорит, мол, встань и там стой. Я говорю, вам что? Жалко, что я буду сидеть на стуле. Дальше он сказал. Я сказал, встань и стой. В итоге я просто минуту сидел молча и слушал, как он все пытался меня заставить встать. В общем, адекватностью в милицейских рядах и близко не пахла безграмотность. Вот главный принцип, профессиональная идея и конек. Почему вы меня остановили в месте, где просто невозможно стоять нормально, адекватно? Я здесь создаю помеху для движения. Мы здесь и сами встали. Хорошо. А причина какая остановки? Уберите жезл, а то мне неплохо видно ваше лицо здесь на камеру. Почему вам видно мое лицо? Я хочу снимать вас, я хочу видеть вас. Я хочу жалко поддержать. Да? Вы хотите меня ослепить этим жезлом? Я не вижу ни черта абсолютно. Вы все наделены властью, властью государства. Бережно относитесь к применению этой власти избирательно. С пониманием того, что вы людей защищаете. Покажите мне фото-видео фиксацию моего правонарушения. Я вам не обязан ничего показывать. А, вы мне не обязаны ничего показывать, да? Ну, ознакомите меня с моим правонарушением. Я вас уже ознакомил еще возле машины. Где? Покажите мне это. Я хочу убедиться. Покажите мне, пожалуйста. Что вам показать? Ну, где я нарушил? Вот регистратор. Что вам еще показать? Так, а вы не можете мне предоставить? Что вам предоставить? Ну, то, что я нарушил. А какой статья он должен это делать? А, то есть вы не... Прирассматривайте. Вообще инспектор. Вы должны нормально разговаривать. Вы должны фончик положите. Вы видите на улице, там вы снимаете. А почему вы меня выгоняете? Потому что. Зачем я вас уже могу не имею? Вы не можете мне запретить. Посмотрите. Я вам сейчас докажу, что вы не имеете права. Я не буду выходить. Почему я... У вас мои документы. Я не буду убирать камеру. Зачем мне ее убирать? Я хочу снимать и снимаю. Закон ОБВД 25.2 гласит, что при подозрении, при подозрении меня совершенными всем правонарушения или... Я вам не могу стоять перед вами и разбинаться. Я вам заявляю отвод. Какой отвод? Отвод. По поводу чего? По поводу, что вы не грамот. Я не грамот. Вызывайте старшего. Да вы что? Ответственно вызывайте. Калиму напрыгал каждому сопроводнику милиции, что она працует за податки грамотян и повинен працовать в их интересах. Она, наверное, издевляется, потому что она к чему-то думает, что за робок им приходится совместно с администрацией президента. О, сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух и опыт, сын ошибок трудных и гений, парадоксов друг. Планы по штрафам, фейковые протоколы, запрет давать минимальные штрафы – это все лишь часть горькой правды о работе белорусской милиции, которую раскрыл на судении, когда примерный сотрудник ГАИ. За 200 рублей взятки ему дали 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества, а также 3,5 тысячи долларов штрафа. Условия на службе заставили, сказал на суде бывший инспектор. Большой материал читайте по ссылке в описании. На зону уехали и бывшие участковые ленинского РОВД Бреста. За мошенничество с квартирами и хищение, и превышение служебных полномочий им дали по 5 и 6 лет соответственно. Многих милицантов вообще без покарания оставляют нашего, потому что нашей владе они как бы нужны. Много всего безнаказанного они совершают, особенно силовые структуры, когда задерживают людей, применяют силу. Есть случаи, милиционер сбил девушку на пешеходном переходе, ему дали только условно, хотя она умерла. Не все выдерживают такие условия труда. Некоторые уходят возглавлять центр культуры, как это было с сотрудником, который два года назад сбил пешехода, а некоторые решают уйти из жизни. Недавно в столбцах повесился молодой следователь. По информации от подписчиков, в последнее время он буквально ночевал на работе, не успевая закрыть дело в срок. Вот такая она, белорусская милиция, разная, но видеть в ней нужно исключительно структуру, готовую помочь, уверяет министр внутренних дел. Мол, и протокол поможет получить и сотрясение мозга. Следующий сюжет о помощниках белорусского государства скоро на канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить и следите за телеграм-каналом. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok